Владимир Владимирович, скажите простому человеку, объясните простому человеку, что такое, кто такие русские? Простому человеку? Однозначного ответа нет, есть как минимум два ответа. Один это русская классическая литература, которая стояла на коленях перед несчастным русским мужичком, перед народом богоносцем, которая изображала это, Платон Каратаев, Маней Мирлева Толстого, Герасим Измуму Тургенева. То есть это добрый, хороший человек, но скорее животное. Это братья наши меньшие, их надо погладить, дать им что-нибудь покушать, все. Это одна церковь, которая была весь 18-й и весь 19-й, начало 20-го века, начиная с родища. Ну и другая оценка, которую те же интеллигенты, кто уцелел, кровавых ханали революции, февральской, октябрьской, гражданской войны, в эмиграции писали. Варвары, обезьяны, черносотенец, полковник Федор Витберт, издатель журнала «Луч света», издатель пресловутых протоколов сионских мудрецов на иностранных языках, попал в плен к хохладским и русским, российским мужикам по дороге из Москвы в Киев. Они его обобрали, в одних кальсонах пустили, и после этого он написал брошюру, как называется, «В плену у обезьян». Киев, 1918 год. Шульгин, монархист, народолюбец, все, выпускает мемуары. Зверь вышел из клетки, но этим зверем оказался его величество русский народ. Киев, монархист, кадетская лидерша, Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс, подруга, гимназическая подруга Крупской. Что она пишет? Дикий зверь. То есть это невозможно, невозможно. Абсолютно другие оценки. Что у нас сейчас происходит? У нас происходит сейчас борьба между двумя этими концепциями. С одной стороны, братья наши меньши, с другой стороны, звери, которые опять грабь награблены. Кстати, Шульгин написал потрясающие мемуары. Он сказал, бандитизм, варизм лежит слишком близко под шкурой каждого русского, любого. Поскреби, Владимир Ильич говорил, поскреби русского интеллиганта, это русшевиниста. А Шульгин сказал, нет, поскреби любого, даже антишевиниста, и ты обнаружишь бандита. Вот. И все, и те, и другие, все время хотели накормить народ. А его не надо кормить, он сам себя накормит. Дайте ему одно же, самому себя прокормить. Он и себя прокормит, и всех этих, которые наверху. Вот. Кто такие русские? Вот кто такие русские. Они разные, совершенно разные. А если серьезно говорить, то связано это с условиями, в которых живут Россия. Ведь в большом философском смысле в России никогда не было антагонизма народ и власть. Была народ и природа, борьба за выживание. Абсолютно прав философ-эмигрант Иван Ильин, который писал, что русские никогда не жили. Они выживали в борьбе с природой. И сейчас почти половина населения России живет где? В избах, дровяное отопление. Воду где берут? В колодцы, либо в лучшем случае в колонке. Стирают женщины где? Полощут белье в речке. Чего вы хотите? Какие ему выборы? Кто там? Какая им разница, кто сидит в Кремле? Царь, генеральный секретарь или президент? Им же надо жить. Вот они и живут от своих шестисоток. Где сейчас? Мы рвемся в Европейский Союз. Мы требуем Совет Европы. Но ведь совершенно другой уровень жизни. Понимаете? Ну нельзя же. В Европе же нет ни резиновых сапог, ни колодцев, вообще ничего. Дикие страны. С нашей точки зрения. Русской. Соленого огурца нет. Квашеной капусты нет. Водку пьют. После мороженого. После мороженого одна бутылка на 15 человек. Дикари. Империалисты. Поэтому это надо учитывать. Мы не учитываем. Мы все время модель у нас в США, Франции, Англии, Германии. А наша модель это, извините, Китай, это Индия. Я беру по территории, по населению. Это Бразилия на худой коме. И, кстати говоря, как Бразилия, то есть гигантский разрыв богатых и бедных, живет ведь две трети человечества. Две трети, весь так называемый третий мир, большинство населения. И поэтому надо реально смотреть на них. Вот такие русские. Они разные. А отобрежешь, все сделаешь, выберешь, все как надо. А вот они, которые русские, курят беломан. Готовы.